В Казахстане уделяется большое внимание возрождению национального культурного наследия и имен истинных героев нашей страны. Один из них же Пек Батыр. Его имя носит улицы едва ли не во всех населенных пунктах республики. И вот совсем недавно о жизни и подвигах Батыра была написана книга. Ее автор – казахский поэт, писатель, переводчик, сценарист, кинорежиссер, заслуженный деятель Казахстана, почетный гражданин города Каштау, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Бахаджан Мусаханович Конопьянов. Здравствуйте, Вахаджан Мусаханович Конопьянов. И давайте начнем наш разговор с того момента. Как вы решили написать книгу о Жопе Гбатыре? Все-таки это презентация в ближайшее время у вас должна состояться? Я бы хотел сказать, что я не автор, а я издатель этой книги. Автором является составителями ваш известный педагог Нуртас Умыт и редактором. Главный редактор издательства Жи Биржова. Плюс вы имеете непосредственное отношение к ее изданию. Издательское отношение, начиная со сбора материалов, уже готовой рукописи, уже дальнейшая доработка и уже потом издание. И книга вышла, и завтра будет презентация в театре имени Шахмета Хусаинова, чтобы мы все там примем участие. А то, что касается вот именно возвращения этих забытых имен, несправедливо забытых из XVIII века, XIX века, это все ложится и в канву известных статей и программы Ельбасы президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Это Рухани Жангару и Семь грани великой степи. Я вот буквально приехал вот с поезда, вот сейчас здесь сижу у вас в студии, вот ехали из Алматы, вот такая бескрайная степь, горизонт, все. Ну за каждым холмом, за каждым деревцем есть своя легенда, то есть... Да, наша земля очень богата на легенду. Да, да, и это все откладывалось в памяти народа, и фольклор, в эпосы, все. И наша задача уже, задача поколения XXI века, все это унифицировать во имя нашего будущего, во имя будущего Казахстана. Я думаю, в какой части это нам удается. Да, ну это замечательно. И вот какими источниками вы пользовались? Вы сказали об источниках, что сбор материала это все-таки ваша задача? Пользовались, ну как вот обычно, это такой вопрос, чисто он несет за собой, в первую очередь, памятью народа. Ну, легенды, да, легенды, та память, которая сохранила образ Жапех Батыра и из поколения в поколение передавала по следующему поколению, то есть это все дошло в устном, можно сказать, в устном творчестве. Потом были такие, они и сейчас живые, это поэты, которые на основании этих написали дастаны, поэмы, это Иран Гаиб Хоразбаев написал поэму, Жапех Батыр, наш с вами земляк Толиген Кожибаев написал, он живет в Качитаве, поэму Жапех Батыр. Все это несло с собой такую лирическую канву, но все это перемешивалось и архивными материалами, которые сейчас уже благодаря новому времени открыты, ну то есть архивные материалы Китая, архивные материалы России, архивные материалы Казахстана. То есть там есть вся эта информация, есть, сейчас можно найти и воспользоваться. И напрямую есть, и опосредованно, есть и любой документ той эпохи, он так или иначе, он связан с Аблайханом, с его подвижниками, с Султаном, Султан Маметом, с Жапех Батыром и многими другими. Тем не менее, тяжело шла работа над этой книгой? Я бы не сказал, когда есть увлечение, такое вот на грани вдохновения, так это все, это все важен уже сам не конечный результат, а сам процесс взаимопонимания. То есть ведь не зря Энгельс называл архивные материалы, это как, ну и вообще работа в архиве, это как, ну как, все это он называл прекрасной поэтессой, потому что за этими полуистевшими страницами прошлого проступает действительно эпоха, в которой мы не жили, но явственно мы видим в силу своего восприятия как писателя, как поэта, как редактора. То есть это все, и тем более сейчас уже не первый год и не первое десятилетие идет взаимостояние, условно я так называл, буквы и цифры. Буквы это бумажная версия книги, цифры это цифровые технологии, но все должно не противостоять друг против друга, а взаимодействовать. И вот когда вот сейчас же не зря вот эти все, а и архивные данные оцифровывают и все, и многие... Да, чтобы было проще искать, проще искать. Проще искать и уже как методом тыка уже можно так это назвать там, в смысле, и уже это все идет к тебе информационное поле такое, которым ты уже в силу своего, уже и своей подготовки ты уже работаешь во имя конечного творческого результата. То есть трудностей таких не было, это было все шло так и должно быть? Не было и многое не вошло, это первый опыт возвращения такого имени, как Жакек Батыр, он же где-то был одним из спасателей Аблайхана, когда оказался... Да, он дважды из плена спасал. Да, да, то есть в этом его заслуги чрезвычайно велики перед казахским народом. Причем, насколько я знаю, один раз он своего старшего сына отдал в плен за то, чтобы... Да, в Аманат, называется Аманат. Аманат, да, за то, чтобы отдали в плен. Ну, это вот и то, что именно на родине, вот Коспуль, эти места, которые, ну, сейчас это разделенность другая территориальная, северному Казахстану, примерно, в Турксибский район, в Турксибский район, все это. Да, и то, что вот в Касчетаве это все много делается для увековечения памяти Жакек Батыра, это надо... Да, ну, недаром улицы называют, во всех населенных пунктах есть. И это все, опять же, я повторяю, ложится в рамку вот именно вот «Семь грани великой степи». Я бы назвал вот этот такой материал нашего президента, это как дайджест для и для молодого поколения, и для пожилого поколения, и для самого юного поколения. То есть, подходит абсолютно всем. Да, да, подходит абсолютно всем. И все это еще и стыкуется с Рухани Жангуру, все это именно при работе над образом Жакек Батыра и других несправедливо забытых имен. И все же, почему вот именно Жакек Батыр, казахская история знает немало имен Батыров, более известных, менее известных. Почему бы вам был выбран, именно вашей командой, скажем так, был выбран именно Жакек Батыр? Ну, здесь многие я знал, и они сейчас живут в Астане, это такие вот дети в разных, и в науке, и в медицине, которые вот всегда говорили в разговорах и наши предки, и родители, что вот Жакек Батыр, Жакек Батыр является, между прочим, одним из предков нашего великого Ахына, певца-импровизатора Ахана Сера. То есть это тоже из этих краев, все, то есть здесь, если так говорить, ну, а многих было написано, слава Всевышнему, а в Аблаихане материал достаточно, и все, а в Султан Мамете, в Султане тоже материал достаточно, сподвижен. А вот Жакек Батыр вот как-то так вот именно в образе книги не было, и это упущение прошлого, мы как-то так... Ну, поэтому это было главная причина, да, что все-таки недостаточно информации было систематизировано. Теперь дело за скульпторами, за это, чтобы воссоздать образ Жакек Батыря в камне, музыке, за композиторами, и все поэты-стихотворцы сделали свои... Они этот образ воспели, да. За прозаиками именно надо вот, диалоги, трилоги писать об этом. Это же великое время, 18 век, вторая половина 18 века. И вот здесь надо обратиться всегда вот к великой русской исторографии, культуре и литературе. Они самые вот такие вот... Великие имена есть и Пушкин, и Карамзин, и все такое, но они не забывают и тех, кого, допустим, вот, которые известность, которые только на одну Тульскую губернию, допустим, или на одну там, на один только Томский, Томскую обувь, но это все возвеличили, это тоже является достоянием страны, достоянием республики, и так же в Казахстане сейчас происходит. То есть нету такого, это известный Батыр, полководство только Южного Казахстана. Да, если он на весь Казахстан. Да, он для северного региона имеет. А потом же уникальное такое вот, находиться между двумя империями, российской, в эпоху Аблайхана, если взять, и китайской, и находить точки соприкосновения, и сохранить такую страну, как страна Казахии, это тоже, опять же, вторая половина 18 века. И принимать подданство, и уже на равных вести переговоры с Китайской империей, это тоже многое значит. И в этом заслуги Аблайхана, и его подвижников Жапек Батыра. А вот вам лично какой момент из книги больше всего запомнился? Вот, есть там один момент чисто, он называется так, это автор этого фрагмента Хамид Любаев, называется он, только мы на казахском дали, но уже есть переводы на русский язык, я видел Ахана Серый, как Ахан Серый приехал, это тоже один из потомков Жапека Батыра, приехал в аул, потом как слушал молодые голоса, так как ныне, в смысле, молодых исполнителей, давал свои оценки, это мне близко и дорого, именно как поэту. Да, ну потому что вы тоже сейчас с этим сталкиваетесь, в силу возраста, опыт. Да, я бы такое свое маленькое четверостища привел бы так. Все-таки ребенок рождается, он, ну, потом ему вот эта вот генетическая память приходит. Вот, не зная племени, не зная рода, основ не зная языка, ребенок плачет, нет ребенку года, и в плаче тайная тоска, он высказать пока еще не может, обиду или правду, обиду или просьбу не поймешь, и это все он в будущее вложит и растет на правду и на ложь. То есть и правда, и ложь прошлого зависит от нашего поколения, когда все это мы можем уже так, ну как, включая даже по системе логарифмической линейки, по системе цифровых технологий. Да, стихотворение само по себе замечательное. Спасибо. Четко позиционирует современность. И то, что сейчас нужно делать, в каком направлении двигаться, оно, мне кажется, в одну канву тоже с программами ложится, с системой грани великой степи, с программными статьями, с Рухани Женгеру, это как раз вот то, о чем говорит президент. Вы в будущем планируете продолжать, может быть, цикл книг какой-то о великих героях казахской степи, о Батырах? Жапик Батыр – это такая отправная точка, дальше еще будут? Я здесь больше могу сказать, ну чисто не как писатель, не как поэт, а больше как издатель, вот как организатор, издатель свой «Жебех Жилой», что переводишь «Шелковый путь». И «Шелковый путь» не только это, вот как сейчас принято говорить, крупнейшая экономическая артерия, которая в прошлые века, но «Шелковый путь» – это и взаимосвязь культуры. Наверное, даже в первую очередь, потому что обмен культуры, европейской, азиатской происходили. Ну да, все вместе, да, потому что в куржунах этих караванов были наверняка книги, и эти куржуны заполнялись книгами из тех стран, в которых этот караван пребывал. То есть взаимосвязь и книг, и через образ книги литературы. Книги, предания, история полностью, все друг другу рассказывалось, передавалось. Ну а потом человеческая память, она безгранична в восприятии, в смысле, хотя вот… Да, она что-то забывает, что-то забывает, да. Ну хотя работа мозга человеческая доказана, она не на все 100%, дай бог, если на 30% используется, то… То есть анналы этой памяти, они еще жутся… Да, получается, что мозг сам отсеивает всю лишнюю информацию, весь такой информационный мусор, а самое основное оставляет. Да. И вот истории вот из эпохи «Шелкопутин» у нас зафиксированы, и в книге так. Есть вот, и как вот первый, тоже нами изна книга, и Робрука, и посещение вот Ибн-Батыды, посещение вот сарайщика, вот ставку «Золотой орды» того периода, в смысле… И даже вот, как Александр Невский ходил… Ну, он не стыдился такого выражения, с поклоном к «Карохорум», в смысле, к тем правилам, то есть была взаимосвязь. Это же только для малолетних придумано, вот, татаро-монгольская ига. Не было этого 300 лет, но как это вот… Потому что церкви, как были такие, они и стояли. В Чингисхане его, они были толеранты, религией. То есть трагедийные моменты, но они всегда были. Вот по поводу татаро-монгольской иги вы сказали, да, уже доказано, что была Великая Тартария. Да. И что не было никакого ига, и у русских князей, которые шли на войну, даже на старых картинах, на древних, можно обнаружить на стягах элементы восточной культуры. То есть была арабская вязь и так далее, то есть смешение культур было уже тогда. Ну, налог, он во все века. Налог обязаны платить любой, вот, и предприниматель современный, иначе… Да, безусловно. Да. Ну, и что такое? Дания – это десятина, это, ну, это тоже самый подоходный налог, вот, с производства, и все. И это было выгодно и тем, кто платил налоги, и тот, кто собирал налоги, потому что это содержали… Да, те, кто платил, они могли спокойно работать, обращаться за помощью к тем, кому они платили, да. Да, да, и свой доход, и все такое прочее. Ну, то же самое, что и сейчас, если предприниматель платит налоги государству, государство его интересы отстаивает, защищает и помогает ему, предыдущие программ, субсидии и всего остального. Ну, в принципе, это просто сейчас уже более осовременно, раньше это было в более таком примитивном варианте, да? И вот то, что гибель Отрара вот произошла, там же же все-таки хозяева Отрары же, они же, они убили посланцев, ну, в смысле, собирателей налога, в смысле, проводников каравана. Да. Ну, и поэтому понесли заслуженное наказание. Это, опять же, мое субъективное мнение, у другого историка, вот, писать может быть другое. Ну, это, это все равно, вот эти мнения, они как бы, вот есть такое казахское понятие, кураккорпе, лоскутное одеяло, то есть, из разных лоскутков шивается одеяло прошлого, да. Оно как степные витражи, они вот, они не только согревают душу, согревают физически тело, но они греют глаз своим восприятием многосветеем степи, вот такие вот лоскутки. И это восприятие прошлого, то есть, именно, нисколько даже в толерантности, вот, в многоголосии, многомнении находить именно созвучное тебе мнение, созвучный тебе голос. Да. В этом и, и 21 век в этом и велик, со своими такими вот обещающими началами. Владимир Пасханович, все замечательно, хотелось бы немножко о вашей биографии поговорить. Вот, помимо творчества, вы отличились еще и в спорте. В 68-69 годах вы стали первым чемпионом по боксу среди юниоров в Казахской ССР. От Павлодарской области. От Павлодарской области, да. Первым чемпионом от Павлодарской области. Как вы совместили в себе талант писателя, тягу к искусству, к большому, к великому искусству и такой жесткий спорт, как бокс? Вопросы интересные. Вообще, в том крае, где я жил, Павлодаре, там в основном ребята, мои ровесики занимались или борьбой, или боксом. Но это меня увлекло. Я где-то, старший брат у меня увлекался боксом. И так получилось, что в 68-м году я победил на чемпионате республики среди юниоров, стал первым чемпионом. Тогда же было сложно выполнить нормативы, нормативы кандидатов, мастера. Да, кандидатов, мастера. Да. Но мне повезло еще такой случай. Как раз приехал на соревнования. Я там на несколько дней, это в Алма-Ате были соревнования. Там зональная первенство подготовки спортсменов к выступлению Олимпиады в Мехико, 68-й год. Я впервые живем увидел Виктора Агеева, Великтона Баранникова, те звезды наших казахстанских, и Абрашита Абрахманова, Владимира Мусалимова. И это такую мне духовную нагрузку, что я стал не только боксером, но и писателем. У меня одна из повестей называется «Удар вне ринга». То есть именно спорт поспособствовал и писательскому развитию? Да, безусловно. Потому что и о кодексе спортсмена, и повесть так и называют, «Удар вне ринга». То есть всегда есть честное правило в ринге, есть честное и нечестное вне ринга. Но в ринге всегда должны быть честные правила спортивного бытия. Да, безусловно. Очень интересно, что на вас наложило такой отпечаток, в том числе и творческий. Потом это так, действительно. Ну, я же и политехнический институт заканчивал. И все это. Ну, бокс отошел. Ну, та закалка, которая в нашем таком сложном, противоречивом мире, так скажем, она мне помогает всегда. Чисто. Да, который дал спорт. Да. Безусловно. Я думаю, что это… Об этом мне приятно говорить у себя на родине. Я здесь и родился, раз вы затронули этот вопрос. Правда, мало жил. Ну, тем не менее, всегда связь держу. Вот такой отчет был я… Это не хвастовство. Это просто отчет перед моей родиной, малой родиной. Дань уважения, скажи. Да, дань уважения. Вот это мои книги. У меня вышел семитомник. Там и проза, и поэзия, и мои переводческие материалы. Да, вы уже переводчик известен достаточно. Трехтомник моей прозы вышел в Москве, двухтомник поэзии в Москве. А зарубежные издания, вот одно из первых, это Бостон, Торонто, Лондон. Это в 95-м году прошлого века, прошлого тысячелетия, вышла книжка «Время тишины». Тогда действительно было «Время тишины». Послесловие Андрея Вознесенского. Да, то есть развитие встало в какой-то момент. И вот этой книги у меня не оказалось. Послесловие Вознесенского. Да, Вознесенского. Один из друзей Олжаса. И в прошлом году, когда я был в Америке, я прошу, пожалуйста, у меня нет книги, которая вышла в 95-м. Выступала в библиотеке Конгресса США. Так они за 20 минут мне сделали копию и несколько экземпляров в конце встречи подарили. Замечательно. Это во Франции вышло в 17-м году, уже в этом веке. «Обратная перспектива» называется. В переводе Кири Мариньяк, известный поэт. А предисловно написал Кира Сабгир, известная, которая лет 50 тому назад уехала за рубеж и осталась там. Интересно, вы спечатаетесь по всему миру практически. Ну, здесь что интересно. Мне родители дали имя Бахаджан, но они здесь французские издатели, они всегда немного со своим шаром. Я смотрю, Жан Бахаджан. Да, они говорят, вот французские читатели могут не так воспринять это. Давай мы, не предавая твоих родителей, мы сделаем по-другому. Они переначали ее, тем более «Обратная перспектива» называется. Жан Бахаджан. И вот так оно ушло. Интересно. Жан тоже еще и французский. Это на польском, это проза в Англии вышла. Вот есть такое издательство, Айтматова Академия там. Бал-бал, учитывая, что у них есть Стоунхендж. Да, да. Опять же совпадение, да? И вот каникулы Качеви, это здесь переводы у меня здесь и Макжана, и Шакарима, и Абая, и Кожебек переводил. То есть на этом я свое «хвастовство» завершаю. Это не хвастовство, это констатация фактов. Раз мы на родине, поэтому так. Мне с вами хотелось поговорить еще об одном важном, скажем так, событии, периоде жизни, наверное. Когда вы стали участником ликвидации последствий взрыва 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. Это был 86-й год. 86-й год, июль, август. Июль, август. То есть в апреле 26-го, если не ошибаюсь, апреля произошло. Сообщили об этом 30-го апреля. Сначала такая лаконичная информация в «Известиях» была, там сообщение. А потом уже, когда весь Запад загудел, потому что облако ушло туда. Да, до берегов Америки дошло. Да, да. И в Скандинамии ушло. И потом уже начали в первых числах мая эвакуировать уже. У меня такой вопрос. Как это было, как вы туда попали? И другой вопрос. Даже не вопрос, а мнение мое. Мне кажется, это не могло не наложить на вас отпечатка, как на человека, и как на писателя в первую очередь. Потому что это большая человеческая трагедия, большое человеческое горе. Горе для всего мира было. Экологическая катастрофа масштабная. Как вы это восприняли? Давайте начнем, Юрий. С того, что это был 86-й год. Уже не один год были взрывы на Семипалатинском полигоне. Вам тогда было, просто чтобы уточнить, вы 1051-го года рождения. 9? Нет, почему? 86-й до 35 лет. Нет, я просто считаю, хотел посчитать так. 35 лет вам было. То есть, вы уже писали, и вы осознавали мир абсолютно целиком и полностью. Ну, я бы хотел сказать, что тема Семипалатинского полигона была под запретом. И как читал, и здесь и Урановых много месторождений тоже фонит. Если я вам, как это, ну, в смысле. Да. Иногда, да. Чего уж там греха-то. Мы с вами перед эфиром разговаривали о Семипалатинском полигоне. И Павлодаре. Павлодар – это тоже юг Павлодарской области, связанной с Павлодарской областью, тоже это там с полигоном там связано. Ну, вот я еще тоже чуть позже хотел спросить о том, что Солжану Сулейменову, вы же считаете его своим наставником. Да. И как раз здесь тоже проводится параллель. У вас в жизни, я так понимаю, достаточно совпадений таких знаковых. Да. И в том плане, что и он был своего рода ликвидатором, скажем так, последствий ядерных катастроф. Ну, и вы. Ну, я вот возвращаюсь. И здесь, конечно, вот книжка вышла «Айз над Припятью». Я три раза был в Чернобыле, один раз со стороны, два же со стороны Украины, один раз со стороны Белоруссии, Гомельская область, Хойники там. Нас несколько человек, ну, назовем это, как это, ну, как, чувство семьи единое, тогда единая сторона была Советский Союз. Мы все, так, из комсомольского возраста только вышли, из творческой молодежи. Романтика назовем, поэтому за эту романтику приходится расплачивать сейчас, включая и здоровье. Ну, еще мне дало это право написать о тех моментах трагедийных, трагичных семи палатинского полигона жителей, который был бы так. А здесь, когда вот, вот это и есть чувство семьи единое, когда трагедия Чернобыля перекликается с трагедией семи палатинского полигона, если так, по большому счету. И, ну, потом несколько раз, потом с украинскими кинематографистами и фильм поставили. Это все сейчас история, сейчас, как это, окна на моем здоровье тоже где-то есть, ну, что это выпирать, это все случилось, как случилось. Ну, книги остались. И вот я буквально приехал из Минска, там, там приехали из Киева, был международный симпозиум писательский такой. И вот они прямо, это, меня разыскали, и вот мы дадим обязательно большую подборку, они, и на украинском эта книга вышла, называется «Бусин открепить». В 87-м году, в 87-м вышла и в Казахстане, прошло много цензурных препятствий, но книга вышла. И Олжас, вот тоже, когда вот так, я с самого начала помогал в движении «Невада семей», это же тоже в 89-м году, последний день февраля, это, когда Олжасу сообщили, что вот газы какие-то вырвались из подземного. Он выступил, должна была передача вести, как у нас с вами, любители книг общества, книгу любого, он раз отрыгнул это и открытым текстом. И народ собрался в Союзе писателей. Так зародилось это движение. И на всю оставшуюся жизнь. Да, оно тесно перекликалось именно с американской тоже трагедией, с ядерным полигоном в «Неваде». Да, потом и, ну, заслугу, конечно, в первую очередь, что в «Неваде» полигон перестал, да. Ну, «Невада» тоже, то есть это же тоже перестало. То есть это же, это же... Я, к сожалению, сейчас не вспомню, какой это год. В 89-м году. В 89-м. Да, в феврале, да. Ну, еще до июня были взрывы, и в «Неваде», и в «Симопалатинске». Да, скажем так, остатки вооружения. Потому что раз заложен заряд, а его закладывают задолго до взрыва, он должен прогреметь. Да, то есть его извлечь уже невозможно. Потом были поездки и в Корчатово, и все, и доказывали мы словом. Они доказывали военный, военный комплекс советского, доказывали обратное. Ну, тем не менее, правда на нашей стороне, а правда и ложь. Да, ну, это самое главное. К сожалению, время нашего эфира постепенно подходит к концу. Хотелось бы, чтобы вы буквально пару предложений, пожеланий нашим телезрителям. Вообще, как читал край этот, я не открываю здесь Америки, я как читавец по роду хочу сказать. Во-первых, вам всех с предстоящими весенними праздниками, включая и женщин, особенно больших любителей поэзии, с наступающим днем 8 марта, с наурызом. Ну, я бы хотел подчеркнуть, что вот, как читал, когда-то творили такие поэты, как Ахан, Баржан Сал, Махжан, Сакен, Сабид Мукана. Вот Сакен и Макжан, оба великие, у них были политические разногласия, но и тот, и другой для читателя Казахстана дорог. Здесь, в районе Борового, есть памятные места, связанные с Фернадским. Это целая такая еще неизведанная страница. Здесь, по-моему, даже похоронен еще такой вот большой в Лазаревском институте, который в Москве преподавал Агафен Иль Крымский, такой вот, который вот отюркологии, много связано с этими. Австрийские военнопленники строили дорогу Боровскую, да, то есть, если все покопаться здесь, и сама, вот, не знаю, по-моему, Роберт Рождественского есть строчек. Что самое главное вы бы хотели пожелать? Вот, самое главное в чем? Вот, вообще в жизни, как человек опытный. Ну, не знаю, я не провидитель еще, но кто-то из поэтов сказал, чтобы было больше окружающей природы, меньше окружающей среды, а у нас наоборот. Спасибо большое, спасибо вам огромное, что сегодня пришли к нам в студию, действительно, много интересного рассказали о своей работе. Я вас благодарю от себя, от всего нашего телеканала, я думаю, нашим зрителям было интересно сегодня. Спасибо. На этом мы завершаем нашу беседу, я напоминаю, в течение 30 минут на наши вопросы отвечал поэт и писатель, имя которого, я думаю, всем вам известно. Бахаджан Конопьянов. Надеюсь, что озвученная сегодня информация была интересной для вас, уважаемые телезрители. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин